Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Путь магии, путь духа. На самом деле, любая душа, любая, приходя сюда, пытается выйти на путь духа. Воплощаясь в теле, она идет к своему духу, получая свой опыт. Сложный и простой, осознанный или неосознанный, все мы идем к духу. Огромное количество людей в этом мире, ну, к примеру, пьянствуют, пытаются с помощью алкоголя, наркотиков, каких-то стимуляторов, секса, адреналина. У каждого свое жестокость и злобы, достичь своего духа. Ну, как кто может? Да, вот пьяницы, друзья мои, это настоящие духовные искатели, которые пытаются с помощью вот этих вещей пройти, достичь, дотянуться до света души своей и дотянуться до Создателя. Ну, ладно, Бог с ними, с этими пьяными мастерами. На самом деле, забавно, друзья мои, забавно. Все души тянутся туда. Любые, омороченные, плохие, хорошие тянутся. У каждого свой путь. И каждый, может быть, кто-то кружится на месте, кто-то сидит в болоте и сидит так много воплощений. Это вселенная, так она устроена. Но, друзья мои, мы о людях, которые осознанно понимают, что путь духа, путь магии, неважно, как его называть, это может быть йога, могут быть какие-то религиозные учения, могут быть магические практики. Все, суть-то, суть примерно одна. Ну, вот, путь обучения. Он может быть разным. Но когда вы подходите уже, понимаете, что ваш путь это, вот это. Вы начинаете стянуться к знаниям, искать какие-то книги, может быть, посещать какие-то семинары, каких-то мудрецов, учителей. Что-то для себя принимаете, что-то не принимаете. Очаровываетесь каким-то учителем. Потом разочаровываетесь с ним. Это тоже совершенно обычное явление. Но, по-настоящему, когда вы не то, что выходите напрямую, а понимаете, вот оно. Как можно обучиться? Ну, вот, на самом деле, как вы думаете, можно ли обучиться магии, сидя на семинаре, попивая кофе, записывая что-то ручкой в блокнотике, дыша носиком, можно ли научиться? Ну, что-то, да, отдаленные такой, чуть-чуть отблески, я бы сказал, отблески в ночи. Да, такие лунные облески вы можете получить. Но, по-настоящему, достичь какого-то эффекта, настоящего, действительно, не просто иллюзорных вещей, что-то показалось, приснилось, почудилось, да, настоящих, то, чего вы хотите, на самом деле. Влияние на пространство, активное влияние на пространство. Что для этого нужно? Конечно, друзья мои, настоящий путь обучения, вот, вспомните, вспомните те книги, наверное, которые вы читали, индийских йогов, тибетских йогов, что, помните, знаменитых Марпу и Миларепу, помните, сколько заставлял совершенно необоснованно, когда все говорили, ну, зачем ты это делаешь? Строить огромные руками, строить, возводить каменные башни, построив их, разрушать их. Так, совершенно издевательски, абсолютно. И, вспомните Дона Хуана, помните вот эти моменты, когда он привязал Карлоса веревкой к навязи. да, совершенно свободно, оскорбительно привязал его, когда тот этого не ожидал. Помните огромное количество странных заданий, которые он давал ему, там, что-то подметать, что-то убирать. Да, унизительно для духовного искателя, мы же должны в белых одеждах сидеть, говорить о высоком, о небесах, а не заниматься этим. Помните, да, тут таких историй, друзья мои, можно рассказать тысячи, да, ну, просто я говорю о известных вещах, о известных. Помните историю, когда ученик пришел, да, и после дня занятий, дышаний, всяких там медитаций, учитель сказал, хочешь, пойдем в кабак. И они шли, пошли в кабак, пили вино, ели мясо. И наслаждались, и ученик сказал, мне нравится такое учение, очень нравится. Действительно, что такое, действительно, подышали, а потом ночь такая, ночь разгул, почему бы нет, действительно, пьяный мастер. А потом они пошли к выгребной яме, и учитель, сняв себе ботинок, зачерпнул вот эту вонючую жижу, и сам отхлебнул, и дал ему, как говорится, любишь медок, люби и холодок. Понимай, что за какие-то вот это, за это надо расплачиваться, за то, что ты кого-то жрешь, ты выпьешь, и должен свободно выпить и дерьма. Не бояться этого. Да, друзья мои, я вижу многих людей и стремящихся к этому. Многие обращаются ко мне, говорят, я хочу быть вашим учеником. Знаете, тоже можно вспомнить, что на путь магии заманивают, потому что часто душа, те, кто готовы, они уже нет, вот эти инициативники, как бы, хочу, хочу, дай мне, они очень быстро сдуваются, да, это такие бабочки, одноневки, пф, ой, как я хочу, поэтому раз, все, это не для меня. Как-то почувствуют боль, почувствуют страх. Первый, потому что их привлекает власть и могущество, их привлекает вот эта сторона, но они не готовы за это платить ничем, ничем, не, не могут отказаться от своего ой, да, и действительно в чем-то Дон Хуан прав, что такие люди напоминают собой такую тыкву, сосуд, да, кувшин, который вроде бы целый, красивый, может быть, золоченый кувшин, красивый, ох, но когда туда наливаешь воду, она просто уходит через какие-то, может быть, микротрещины, и бесполезно наполнять этот кувшин чем-то, потому что он все равно он не будет держать воду, как его там ни луди, ни гонопать, в нем уже он с червоточиной и наполнять его бесполезно, и часто вот те люди, которые я, я, прямо вот-вот, сразу, сразу видно, потому что эго толкает их, их привлекает, как говорится, могущество, ну, часто это в людском мире это так, когда человек выбирает какую-то профессию, ну, вот бывает профессия доктора, врача, кто-то идет туда из чувства сострадания, из того, что он хочет помогать другим, многие идут туда из чувства, что врач пользуется уважением, что он может, во-первых, доступ к лекарствам, может себя лечить своих, ну, то есть из эгоистичных целей, что он сам боится болезни и как бы идет быть доктором, чтобы, ну, быть, быть на стороне здоровья, да, чтобы иметь возможность, я с вами, как люди, которые идут в полицию, они, ну, какая-то, может быть, малая часть, идет действительно служить и защищать, чтобы было меньше беспорядков, а кто-то идет, потому что понимает, что у него будет защищать вот эта форма, погона, удостоверение, что он нужен свысоко относиться к людям и даже пользоваться своим положением, да, и таких больше часто, чем действительно искренних людей. В пути магии тоже примерно то же самое, люди, они и есть люди, кто-то, ой, как здорово, я буду всех нахлобучивать, буду там как сыр в масле кататься, как говорится, себе хорошее, а всем остальным делим. Ну, таких тоже очень много. И действительно, бриллианты, шелчуга, они, может быть, сразу не видны, сразу не видны, это может быть человек совершенно обычный, не значит, здесь не важен ни пол, ни возраст. Сейчас мы, вот в чем-то кто-то из вас, кто обладает каким-то чувствованием души, видит, к примеру, на канале «Мистический путь», такие какие-то перипетии, какие-то скандалы, взаимные обвинения, кто-то что-то сказал кому-то, какие-то комментарии друг другу пишут. Конечно, это смешно, смешно, и даже, даже грустно видеть, что эти люди, ну, позиционируют себя как духовные искатели. На самом деле, тут же, тут же даже нет возможности чуть-чуть скрыть вот этот вот свой изъят, свою черноту, червоточную. Тут же все, весь тот опыт, то знание, которое заливается в них, все выходит. выходит и выплывает вот это эго, выплывает я, самость для меня. А такой человек не может научиться. Как бы он себя не обманывал, что у меня нет гордыни, что я там такой-сякой, это все самообман разума. А на самом деле, эти люди не видят, они не могут увидеть, потому что они видят везде только себя. они как птенцы кричат, я, я, для меня, мне, мне нужен червяк, а всем остальным не нужен. Вот мне, я. Он не зеркало, не отражение, через него, это не потому, что что-то такое, вселенная не дает эту энергию, она не может пройти через эти препоны внутри, и соответственно не может наполнить знаниями этот сосуд. эти люди не готовы. Но это тоже такое бывает действительно часто, в этом нету трагедии. В чем-то, друзья мои, для вас, ну для тех, кому это действительно я показываю, кто-то увлекается этим, начинает там вот это какие-то коалиции, кто-то плохой, кто-то хороший, это вообще не о том. Если вы вообще делите мир на это плохое и хорошее, то вам еще далеко, далеко. Вы не потеряете свою человеческую форму, вы будете все время биться, да, вы, может быть, научитесь верхам, но никогда не можете опуститься в эту глубину и понять сути этой вселенной, и тем более увидеть, не потому, что вам кто-то закрывает, вы сами закрываете, закрываете себе это видение. Ничего в этом нету. Кто-то успокаивает себя, тем, что я хороший, я за добро, я за добро, но не оперевшись на темноту, на черное солнце, вы не можете подпрыгнуть, вы все время сидите в болоте и как лягушка квакаете. Я за добро, за добро, но в свою пользу, за добро в свою пользу, а это другое добро, друзья мои, все вы за добро в свою пользу, то есть внутренних весов вселенской справедливости не достигнете, а значит вселенная не даст вам те ручки, чтобы вы могли что-то изменить в этом мире. Это все равно как ребенка подпустить за штурвал самолета. Ребенок тоже за добро, но сев за штурвал самолета, он может погубить не только себя, но еще кого-то. Поэтому у вселенной все рассчитано, все вот это, что подпускает она только тех, кто действительно выполняет не свою эгоистичную волю, а волю вселенной. понятное дело, что все равно присутствует личностный фактор, опыт души, через этот кристалл чистая энергия вселенной создателя искажается. Но когда эти искажения минимальные, все равно свет идет и идет как раз движение и развитие той души, через которую на самом деле единственный ваш учитель в этом мире это вселенная. А все остальные персонажи, ну, через них просто энергия идет. Кто-то понимает это, кто-то не понимает, но вы должны ощущать, что вашим учителем является сама вселенная. Знаете, друзья мои, я вспоминаю свой опыт, достаточно жесткий. Много было, ну, было несколько ключевых таких учителей, которые пробудили какие-то осознания во мне. Я скажу, какие-то возможности, способности, все, все это дело такое, иллюзорное возможности, материализуй нам чего-то, покажи, что ты хочешь. Те люди, которые так говорят, им нужны фокусы в цирке, они не понимают того, как на самом деле происходит процесс настоящей магии. в Африке. Я вам рассказывал некоторые истории, и, друзья мои, очень часто я был в таком состоянии, то есть, мне уже было все равно жить или умереть. Вот в таком состоянии, когда вы отказываетесь от своего тела, от своего эго, вот тогда вы получаете эти крупицы знаний настоящего. Потому что все это вы думаете, что сидя и записывая кого-то или слушая или читая книги, вы что-то получаете, вы просто, ну, как бы свой мозг, ваш разум вас обманывает. Он говорит вам, ты обучаешься, мы прочитаем еще книгу, мы еще посетим теми, мы поговорим с каким-то умником, мы будем смотреть какие-то видео, и мы научимся. В конце концов, ты поймешь, но разум таким образом обманывает, он боится этого пути. А вам нужно подчинить разум душе, создать эту гармонию. Тогда будет получаться все. А так, это полумир. Вы просто откладываете на год, на два, на три, на пять, на десять, а потом вас настигает старость, и вам становится, вы не успеваете. И вселенная оставляет вас на второй год, на третий, на 325 год. Такие тоже есть. Тысячи, как второгодник, тысячегодник, да, как примерно, тысячегодник, тысяча лет. Кажется, это колоссальный срок. На самом деле, тоже не так много, друзья мои. Наше воплощение, это всего лишь один день нашей души. Как бы это ни казалось, один день души. Но это не значит, что этот день надо проживать лишь бы как. Потому что от этого дня зависят следующие. И бывают ключевые дни. Когда у вас есть, появляется шанс. Кубический сантиметр шанса. Вселенная дает вам иногда. Каждому в жизни дает. Некоторым один раз, некоторым несколько раз. И кто-то ухватывается за этот шанс и получает вот этот пропуск, билет в бесконечность. И кто-то не осознает, что для него это был шанс. Но птица знаний она не разворачивается. Она летит. И либо вы летите с ней, либо вы погружаетесь опять в эту бытовуху и в болото. И потом все ваши взывания к небесам, за что, почему, я так и знал, вы. Да, друзья мои, шанс. Надо видеть его, понимать. А эго не дает вам этого делать. Эго говорит вам нет, все-то, все не так, все не то. обидно ли это? Для той души обидно. Для учителя обычная вещь. Ну, что же делать? Все, все и так было понятно в конце концов. Поэтому в чем-то какие-то процессы, конечно, друзья мои, происходят и на наших с вами каналах. И люди приходят, уходят. В чем-то, друзья мои, учитель всегда дает знания, то есть энергию тем людям. То есть, вот мы с вами разговариваем, вы смотрите, может быть, какие-то видео, кого-то веселит, кого-то возмущает, кого-то, ну, разные эмоции возникают. Но те, кто залипает, они чувствуют, потому что здесь есть некий источник. Уж насколько он чистый, это, друзья мои, наверное, не мне решать, но это источник, источник, который мьет. То есть, отсюда идет эта энергия. Родник. Вы видите его, вы испеваете из него рюмку, стакан, чашку, ведро, насколько вы способны вместить в себя то, что вы даже не то, что какая-то вербальная информация, а именно энергетическая информация. И чья-то душа чувствует этот момент узнавания, момент того, что это настоящее. Вот это ощущение не разумом, а душой говорит, что-то странное, но что-то привлекает. Да вы, вас это цепляет, вот он, кубический сантиметр шанса, который появляется. Если вы начинаете работать над собой, то этот шанс вы во всяком случае в какой-то степени можете использовать. Если вас начинает кружить эго, вы просто продолжаете так же кружиться и теряете. Ну, теряете во всяком случае эту возможность, это уже птицезнание просто летит дальше. Ей не важно. Она так сказать, дает, накрывает своей тенью следующих, просто следующих, которые приходят, и кто-то из них, эти жемчуга и бриллианты, способны сделать шаг в бесконечность. Что-то я много, наверное, говорю, друзья мои, хотя хотел сказать многое, а вот вспоминаю своих учителей. это были такие жесткие уроки, друзья мои, и унижение, и жуткого страха, и ощущение смерти. Настолько это, и вот только тогда, когда вы можете без одежды в джунглях ночью прийти туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю, что, когда вокруг тебя, ты не понимаешь, дикие звери, насекомые, которые, каждый из них ядовитые, змеи, босыми ногами, городского жителя, ступаешь по ним, ты чувствуешь, что на твоей спине за тобой следят чьи-то злые глаза, ты чувствуешь их дыхание, их слова, да, вот бесы в голове, учитель присылает к тебе бесов, и они говорят в твоей голове, они кричат на тебя, они говорят тебе все там, разбейся о стену, они говорят тебе, но ты, либо ты можешь противостоять им, сказать нет, нет, ребята, вы меня, вы меня не убьете, я запрещаю вам говорить в своей голове, вот это вот, друзья мои, это, это путь, который не выдержит каждый, потому что вы все время на грани находитесь, тогда вы можете провести ночь на дереве, да, невзирая на то, что там холодно, жарко, какая погода, когда, как сегодня, да, вы приходите и проводите ночь, медитируете на ветвях, потому что вы можете заснуть, вы можете упасть и переломать себя позвоночник или еще что-то, но не это вас волнует, вот этот, это дисциплинирует вас, вы можете это сделать, когда вы можете в простых ситуациях, да, сесть и отказаться от еды, от воды на какой-то срок, хотя это может повредить вашему здоровью, но это поднимет ваш дух, вы станете хозяином, вы можете есть, можете не есть, вас не волнует, будет ли сегодня обед или ужин, или он будет через 10 дней, это неожиданно, это не просто, ну, какое-то это, то есть осознанность приходит через вот это, через настоящее, как в спорте настоящее достижение, вы можете сделать только ежедневные, тяжелые, жесткие тренировки, и непривычные, что вас все время качают, что вы можете противостоять, учитель дает вам тех противников, с которыми не просто это не спарен партнеры, они пытаются вас уничтожить, и кажется, надо в землю, ну, кто, вообще это опасно, и на самом деле настоящий учитель всегда страхует, но так, чтобы ученик об этом не знал, если вы знаете, что у вас всегда здесь есть кто-то, кто вам там поможет, кто вместе с вами за вашей спиной встанет перед этим демоном, и сумеет прогнать его путем заклинания, нет, часто вы чувствуете это, когда вы уже потеряли сознание, когда вы уже все истощены, и тогда вдруг появляются эти руки глаза, которые отдают вам свою силу и энергию, что-то много, друзья мои, наверное, много, и не размазано, ну, вот, некий этап, наверное, уже прошел, сейчас, друзья мои, ту, ту силу, ту энергию, которые я, наверное, тратил на каких-то людей, противников, псевдо-учеников, скажем так, да, хотя не очень, наверное, хорошее название, вот эту энергию теперь я просто забираю у них, но она им просто не нужна, да, вот этот некий, некая возможность, ничего плохого в этом нету, они, они вполне, вполне проживут и проживут счастливо даже без этого, просто ты даешь внимание, а ты поддерживаешь этих, этих людей даже в чем-то противников, это имеет смысл иногда для того, чтобы показать, но сейчас это туда прошу, поэтому те люди, которым это не нужно, они просто, просто уходят в небытие, они почувствуют, это чувство потери глубинные, ничего страшного там нету, это всего лишь острию духа ушло из их жизни, и птица, они поняли, что теперь эта тень больше не придет, как бы они за ней не бежали, она просто уже ушла, ничего страшного, на самом деле ничего абсолютно страшного нету, будут еще жизни, будут еще возможности, поэтому будут еще люди, лица обстоятельств, которые могут дать вам когда-то этот шанс, и самое важное в этом понять, что этот урок, что когда этот шанс есть, то надо иметь возможность его реализовать, я много раз тоже в каких-то жизнях тоже не пользовался и терял эти шансы, и когда в конце концов осознаешь насколько этот лотерейный билет, насколько он редко выпадает, тогда уже понимаешь, что неважно, что есть возможность, когда есть возможность, когда вселенная дает вам это благо, то вы должны работать, с собой работать на тысячу процентов, здесь нету ни страха, ни жалости к себе, ни эго, и я там самый главный на меня там, нет, эго это ваш самый главный враг, все другие ценные мои друзья, опять же есть чувство неудовлетворенности, что я что-то не сказал, не рассказал, источник вселенной, да, то есть мой кристалл души как некий проводник вот этой энергии вселенной, нечистой, нечистой, да, искажение много, я это понимаю, и понимаю, что тоже нужно работать без, без лени, без отчаяния, без злости на себя, на других, голоса, голоса из Аида, все, друзья мои, пока, счастливо,